На заседании исполкома рассмотрен ход выполнения мероприятий программы социально-экономического развития города Пинска на 2021-2025 годы. В обсуждении приняли участие члены исполкома, председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Калаур, заместитель председателя комитета экономики Брестского облсполкома Татьяна Калугина, представители банковской сферы, руководители предприятий города. Акцент сделан на самых актуальных вопросах и проблемах, которые необходимо решить для успешной работы всего народно-хозяйственного комплекса. Подробности у нашего корреспондента Натальи Шестаковой. Программа социально-экономического развития города на 2021-2025 годы, принятая в конце прошлого года, включает мероприятия и проекты по наращиванию промышленного потенциала, развитию инновационного потенциала, социальной сферы, розничной торговли и общественного питания, обеспечению населения качественным комфортным жильем, предоставлению жилищно-коммунальных услуг и социальной поддержке граждан. Согласно программе мы должны иметь определенный результат, определенные серьезные показатели по каждому году пятилетки. И сегодня, по истечении пяти месяцев, согласно плану работы исполкома, мы должны сделать определенный срез, что мешает нам выполнять те установленные показатели. Какие проблемы надо просить об исполком, надо просить национальный банк. Как доложила первый заместитель председателя Пинского госполкома Ирина Максимюк, за январь-апрель город выполнил 7 из 12 прогнозных показателей. Городом не выполняются инвестиции в основной капитал, не выполняется инвестиционного объема и не выполняется строительно-монтажная работа. Для того, чтобы мы выполняли наши индикаторы, достижения наши дизельные показатели, в программе социально-акономического развития разработан ряд мероприятий по всем направлениям деятельности. В инвестиционном портфеле города 72 проекта, 19 в производственной сфере, 53 инфраструктурных проектов. Как отметила Ирина Максимюк, на 2022 запланировано вложение инвестиций на реализацию 15 проектов. Важнейший из них – модернизация производства холдинговой компании «Пинскдрев», внедрение инновационной технологии производства новых тканеподобных трикотажных изделий открытого акционерного общества «Полесье», разработка и освоение новой линейки прессов в открытом акционерном обществе «Кузлетмаш», а также на предприятиях «Стенлес», «Пинский хлебозавод», «Силиконматериал» и других. На каком этапе идет их реализация, членам исполкома доложили руководители некоторых предприятий. Что касается проблем, которые тормозят завершение проектов, то, учитывая их важность, задача поставлена жестко – включить все имеющиеся резервы и работать без проволочек. Благодаря вот этим инвестициям, которые получим мы, зарплата за исключением «Полесье» и «Хлебозавода», она составляет не ниже 2000 рублей именно на этих рабочих местах. Валерий Рябковец сделал акцент и на развитии в городе предприятий малого и среднего бизнеса. Они должны более активно двигаться, тесно сотрудничая с банками по привлечению кредитных ресурсов. На самом деле созданы сейчас, я бы сказал, даже уникальные условия для определенных направлений финансирования бизнеса. Вот уже по поводу финансирования инвестиционной деятельности, Ирина Челанова сказала, но и по поводу текущей деятельности. Если эта деятельность направлена на экспорт, там тоже созданы весьма льготные условия. То есть ресурсы идут через Банк Развития и Банки Партнеров. Председатель правления Национального банка Республики Беларусь отметил, что со стороны горисполкома, так же, как и со стороны банковского сообщества, должна быть планомерная работа с предпринимателями. Серьезный предметный и откровенный разговор касался многих проблемных точек. Реализация программы, которая направлена прежде всего на повышение благосостояния, повышение качества жизни пинчан, несмотря на все сложности и объективные трудности, должна шаг за шагом, пункт за пунктом выполняться. В этом заинтересована не только городская власть, но и государственные органы, сами предприятия. И то, что уже сделано на первом этапе, вселяет уверенность, что пинчане справятся со сложной, но жизненно важной задачей. Исходя из тех результатов, которые сложились за 4-5 месяцев, видно, что по основным, конечно, просели, но перспектива, по крайней мере, оценки погоды есть. Что касается, я сейчас говорю, например, и фонд. То есть вы планируете выйти на те прогнозы, на которые были установлены. Да, есть вопросы по отдельным предприятиям. Понятно, что во многом они обусловлены объективными причинами. Кто-то пытается еще переориентироваться, кто-то заместить продукцию, где-то оборудование других поставщиков найти. Все это мы понимаем. По основным моментам вижу, что есть видение, есть понимание, как двигаться дальше. Я же буду надеяться, что все они у вас успешно реализуются, и в итоге те показатели, которые были запланированы, вы выполните. Анализ работы за первые 5 месяцев реализации мероприятий программы показал, что даже с учетом трудностей она идет, что проблемы, которые возникают, могут, должны и будут решены, что некоторым направлениям работы стоит придать более мощный импульс и ускорить темп. Показатели, которые мы установили для себя, это минимум, который должен быть обязательно выполнен. И осенью, по истечении 9 месяцев, когда будут показатели, в городе Пинске с заседанием исполкома, с участием премьер-министра. Как развивается город Пинск, который входит в города 80+. И в городе Пинске с заседанием исполкома,